Да, это неплохо. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пусть три месяца, да? Когда мы говорим о Христе, душа ликует и радуется. Действительно. Ну, я на самом деле, да. Когда захожу в видеочат, точно не думаю, в самую последнюю очередь думаю о том, что разговор будет именно о Христе. Потому что видеочат – это нечто другое, но всё-таки очень интересно то, что вы продвигаете идею, и то, что воссоединение с Христом и христианством в общем, оно должно быть везде, оно должно быть постоянно. И видеочат – это, конечно, ужасное явление современности, однако имеет место быть. Да. Ну, вот в эту прорву Господь позволил зайти. Уже 75-й день я нахожусь здесь. Многим Господь открылся, встретил уже несколько человек, которые на наших ресурсах бывают, и они прям сразу меня навеличают, и не думали, что встретимся. А другие, которые были здесь, пришли на наш видеоканал «Во свете Библии». Вот, попросились прямо по скайпу побеседовать. Ага. То есть вы с миссией пришли сюда, да, такой некой миссией? У меня определенная цель, и она выполняется. Я читаю людям Евангелие, отвечаю на вопросы по Библии, и спрашиваю про праздники. Вот сейчас Пасха у нас будет через две недели. О, отлично, Пасху поем, наконец. Вот. Это тема большая. И что такое объяснять? Я объясняю. Показываю Библию. Вот. Если мусульмане, то я им показываю Коран, и объясняю, как им надо понимать. Да. То есть не только... В смысле, если мусульманин, то вы показываете Коран, и трактуете Коран. То есть уже... Я его не трактую даже. Это они пусть свою книгу трактуют. Вот. Вы видели, как я показываю Библию. Вот она. Да. Вот. А я мусульманин. Я говорю, ну и что ты мусульманин? Что же умирать-то будешь? Как вносится-то? Коран. Коран. А на этой стороне считай. И не можешь. Баран. Вот и все. Вышли буддисты на меня. Вышли цыгане. Я им говорю, цыган. Целая группа. А мы тоже верим. Тоже Пасху. Я говорю, а как вы Пасху справляете? Ну, мы яйца красим, пироги. Я говорю, пироги – это Пасха. Я достал говорить и думаю, как им сказать-то? Я говорю, знаете, кем является для вас Христос? Ну, хороший человек. Но я говорю, Христос наркотиками не торговал. А они-то этим торгуют. А они сразу все исчезли. Выключились. Я их не... Просто сказал. Ну, намек. Правду в глаза им просто поставили, а они испугались. Испугались, да. И вот здесь выходят такие. Только глянут. Ну, ждут-то голую бабу, а тут мужик с бородой. И сразу исчезает. А другой вытаращит глаза. Вот такие под лобку. И не знает, что делать. Я только перекрещусь, он тоже падает и исчез. Ну, да. Это такие люди, конечно. Так. Вы на наши ресурсы-то заходили? Во Свете Библии? Ютуб? Конечно, заходил. Я пересматривал видео самим собой. Смотрел там комментарии. Очень занимательно было. Да. Там пишу очень хорошие комментарии. Я прям рад был то, что там писали мне. Мальчик умный не по годам. Просто замечательно. Вот это. Тут у меня один долго разговаривали. Хороший человек недавно. А я запрещаю. Я говорю, на каком-то основании. Это мое, мое здесь все. А прибор мой. Сейчас мой. Здесь я пришел. Я вам... Вы мне вопросы задавали. Я отвечал. Вашего ничего нет. Ни данных, ни города. Ничего здесь нет. А я не хочу. Значит, от алиментов прячетесь? Да нет. А что вам бояться? Преступник? А я пожалуюсь. Ну, еще дальше. По какому пункту ты будешь меня судить-то? Он пожалуется. Ну, прямо смешно даже. А я ему больше часто разъяснял. И вопросы хорошие задавал. А потом я сказал. Вы сами себя увидите на нашем Ютубе. Он прям сразу переменился. Так мы еще врагами расстанемся. И ничего не могу сделать. Я говорю, ладно, давай. Я отхожу. Вижу, что... Вот ужас какой напал на него. Я говорю, что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Так Библия говорит. Вы про сутка решились? Я ему на все вопросы ответил. Самые тайные. Библии. Какие пророчества? Конечно. Это безрассудно. А что значит у вас новый выпуск какой-то? Номер 0-0. Сейчас рулетка стрима. Да. Это занимается человек один. Он встал мои ролики. Вот так вот переделывает. И я их тоже взял себе. Потому что это мой труд. Это новое вошло. А теперь кое-что в администрации сбили. По названиям. Названия нет. Я им третий канал дал. Третье название там дал. Там поражение, что ли, в рулетке. Вот так называется. Это уже у меня по рулетке получается 4 канала, по которым я везу отдельно. По цифрами идут. Две уже за 160. 160 это уже 320 роликов. Как достигнуть такой продуктивности, чтобы у вас, чтобы у людей так же, не знаю, выходили по 20 роликов за день? Или по 50 вообще? Как вы это достигли? Что это такое? Да нет, 50 нету. Ну, 10 есть. Ну, у меня 14 760 роликов на YouTube. Ну, вот я в шоке, на самом деле. Как это возможно? Ну, как? Я не знаю, как. Просто я молюсь, и Господь дает силы. Раньше я как бы внутри забунтовал даже, что так много спать. И начал сон урезать. У меня дошло, два с половиной часа в сутки я спал. То есть даже сейчас, да, 20 с половиной часа? Нет, сейчас нету. Сейчас уже другое. Мне 80 лет вот через 10 июня будет. 80 лет. Я не надсажаю себя. Ну, встаю я всегда. Сегодня я встал в 20 с чем-то часа. Уже все. Я с почтой разбираюсь. Большая почта идет. И отвечать надо. И события дня на каждый день. Ну, какой вы можете подросткам посоветовать сон? Сколько часов, например? Ну, начните не больше семи. И урезайте. Урезайте по 5 минут хотя бы. А, урезайте. То есть это постепенно? Постепенно. И вы, ну, я называю Леонардо да Винчи. Спал не больше трех часов. Наполеон 4 часа. Да, 4 часа. Русский Костик, это из Кургана города, там Елизаров. Он спал 3 часа. Ну, вот я дольше 2 с половиной. Дальше я попробовал. Уже у меня не идет. Я начал засыпать на ходу. Я очень крепкий организм у меня был. Я много спортом занимался. И ночью, конечно, самая такая физическая работа. И одновременно я сижу переплетчик. Много книг разных приносят. Разные. Там и баптисты, и староверы. Я переплетчик, реставратор книг. Я слушаю одновременно начитанные Златоуз, Библии. У меня на пленке сам же насчитал. И слушаю, и по метке делаю, и какие там замещания. И до дальше продолжаю работать. Я все время в движении. Ну, это очень отлично, что в вечном движении это как-то характеризуется. С философской точки зрения это прекрасно. А что значит проигрыш в рулетке? А вот пускай думают. Пускай думают. Кто проигрыш? И начинают все. Люди сразу разделяются умом. Говорят, что у него на раскорях ум идет. Что за название такое? Я не буду говорить на этот вопрос. Я хозяин этого ролика. Его взяли у меня с разрешения моего. Я примерно догадываюсь, кто делает. Это мастера. Там программисты. Очень сильные люди у нас. Я не вижу, какое оглавление сделали. Там заголовок. Там 80 лет. Я старейший тут блогер. Ну, я таким себя не считаю, что старейший и блогер тем более. Это для меня как унижение. Как-то один раз меня писателем назвал. Писатель. Я говорю, сохрани Бог меня. Я проповедник-миссионер. Так он на меня за это еще обиделся. Понимаете еще? Это ему вроде не идет. Он считает это вроде западло, что будет писателем. Так у меня стихов-то сколько написано? Четыре тома по 800 страниц. 3467. Люди не знают, а много ли? Это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блог. Так это меньше. Так это у них вся жизнь. А у меня за 9 лет написано. По 9 куплетов каждое стихотворение. И ни одной помарки нет. Все до одного написаны с чистого листа. Такого не бывает. Почему? Бог. Это Господь. Дает. И при том на самые большие темы. И когда начинаю читать, ну где вы писатели там в институте литературном. Там Лев Ашанин тогда вел эти курсы. Да такого не слышали. Вы как ворвались, как все форточки у нас вышибло от вас тут. Мы сидим, говорят, вот читают. Говорит, цикл, цикл, мотоцикл. Ну что это за стихотворение-то? А я написал, дорогой цыгане были. Там город Таболы. Там метлой и шваброй вокзал истово крестился, что цыгане уехали. Метлой и шваброй истово крестился. То есть с великим терпением. И как это такие слова нашли? А я их не искал, а мне сразу идут. А как приходит мысль? Я молюсь. Главное оружие мое вот. Щетки. И на молитве у меня как бы, как бы, я ничего не вижу. Как бы одна строчка промелькнула. А у меня везде карандаши лежат, бумага. Я сразу записал. Все. И дальше кончил молитв. Остальные 35 строчек. Они уже будут рядом. Они уже все сформировались. Притом на всем. Вот нежданный разговор. Я запишу от стихотворения. Я в библиотеке, библиотека. Я в окно посмотрел, смотрю в окно. Вот куда бы я ни глянул. Был пожар, я пожар. Горела роща. Так и называется. Горела роща в день субботний. Все стихотворение. Пошел коров пасти. Пошел пасу коров, а коровы траву хватает. Днем бегает, а вечером гнать домой не угонишь. И об этом стихотворение. И все говорят. Такие редкие слова. Редкие, очень богатые словарные запасы. Это мне уже все говорили. Не рифмуются слова. Я их буквально пинками вгоняю в рифму. Ну, то есть сложный даже рифм, да, там, ассананция. Все, идет в ход. Все. Ну, ну, конечно, надо много знать. И при том у меня стихотворение с двойным-тройным подтекстом. Я говорю. Называется экстраполяция событий. Перенос из-за тысячелетия на сегодня и конкретно к считающему. Они не просто баловство. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. А еще стихотворение 36 строчек. Все они 9 куплетов по 4, 4, 4, 4, 4, 3, 6. И напротив каждой строчки написано, откуда взята мысль. Из Библии глава стих. То есть нужно открыть Библию 36 раз, чтобы стих понять, о чем пишется. Это сложно. Это никогда в мировой практике не было. Никогда и нигде. Никогда, нигде этого не знают. Ни восточные. А как вы додумались? А я не думал. Просто рука записала и все. Что-то свыше должно дать. Да. Вот мне начинают где-то мнения мои. А они не на том, что вот кто-то рядом сказал, даванул. Я по нужде. Нет. Я чувствую сердцем, что вот это необходимо. Вот везде пишут Святая Русь. Святая Русь. Вы зарядитесь. Святая Русь. Игнатий Лапкин. В ютубе. И песня. Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок, имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино. Вина. Война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Ост по острову. Все подгребли самым, тайгу и в югу. И расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас? Сокровища земные транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне. При Балтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть. А Близовый смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцы, там запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Крещение духом водное в крови. А вам там и говорю. Тогда, исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Да, это круто. Круто. Еще стихотворение есть политическое. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно. Ну, Кёнигсберг... Калининград. Отдали же, да? Нет, никуда не отдали. А, Германия в смысле? Ну да, отдайте назад его. Зачем его отдавать? Это же у тебя российский. Это другой разговор. Но я говорю, что стихотворение такое есть. Пусть и не отдают. Шикотан, а те, ассара, которые Япония просит. Ельцин, говорит, был в Америке. Ему отсюда звонил, не знаю, Коржаков или кто, говорит, да... Борис Николаевич, да отдайте вы ему. Дружба будет дольше. Я, говорит, не решился. Не решился. А отдадут все равно. А я прямо об этом говорю. Так вы что? Страну... Да перестаньте. Даманские сколько воевали, сколько погубили. А сейчас отдали и нужды нету. Китай уже весь Восток засадили. А эти-то деревни-то пустые-то. С юга народу заселяют. Вы что, не видите, что ли? Русский-то человек исчезает. Русских абортов сделано за период перестройки 20 лет. 120 миллионов. Государство внутри утробы угробили. И каждый день они бегут и за рубеж уезжают навсегда в Америку, в Италию, в Испанию. Вот в Италию, в Италию, конечно, стоит. Но, на самом деле, Италия очень хорошая страна. Поэтому там можно отдыхать. Всем советую. Нет, нет. Я нужен здесь. Я в Америке был, когда ездил много. Там Сакрамент, Вашингтон, Нью-Йорк. Это Лос-Анджелес там жил. Я не мог, знаете, когда я поеду домой. А, все, Родина. И Родина, и вот этот наш беспорядок мне очень нравится. А там все это вырезанное, придираются на каждом шагу. Педанты сплошные. Кругом. Да. А у нас как? Крапива у меня под окном растет. Я ее скашу раз пять за лет. Это и нужны нет никому. А там сейчас дела, града какая. Там жертв прибил, лишь бы корова не зашла. Там и крапива не та там вообще. Да. Но я говорю, как был. Что мне спрашивают, ну, вот сидим в Синоде там. Синод это, ну, как сказать, президиум Верховного Совета. Я в курсе, который был организован в 1721 году Петронов. Ну, да. Это тот Синод. А я про зарубежные говорю. В Нью-Йорке сидим. И меня там митрополит спрашивает, епископы тут. Вам понравилось, где вас возили? Я говорю, абсолютно не понравилось. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Тогда было меньше еще. Я говорю, ваших воспитателей я даже себе в лагерь не запустил бы. И посты не соблюдают. И перед флагом американским на вытяжку стоят там священники. У нас этого нет. Флаг у нас есть. Русский флаг. Единственный божественный флаг за всю мировую историю. Единственный, неконфессиональный, вневременный. Я это доказываю. Дети понимают. Триколор вот этот. Но если вы внимательно слушаете, что я говорю, и вы поймете, что другого просто нету. Нету. И вот не понравилось, не понравилось. А потом Жан-Донбильский монастырь меня отвезли. И когда я вернулся, мне понравилось. Я говорю, теперь понравилось. Ночные молитвы. Какие там люди. Мне все понравилось. Недалеко от Нью-Йорка он где-то. Вот как. Да. Ну, не знаю. Это нужно, наверное, путь выбрать, да, специальный. Движение с церковью, чтобы так возили в Синод приглашать, да? Ну, я сидел. Они любят узников. И они меня знали, когда я еще сидел, молились. И когда я освободился по помилованию, а потом еще реабилитирован не был. То есть, они меня пригласили в 92-м. Уже реабилитация была правильно. То есть, заплатили дорогу сразу в Америку, в Канаду. Приехали тут с Израилем. Все бесплатно. Ну, я не хотел. В это время было занятия в разных институтах. Я студентам рассказывал. Ехать, не ехать. Ну, мне нужен совет. И только в Москве Зоя Крахмальникова шибла меня. Она говорит, вы не раз еще столкнетесь с ними. Вы своими глазами должны увидеть. Они бредят Россией. Они ностальгируют о ней. Я убедился так. Зоя Александровна была права. Она была диссиденткой. Она сидела здесь, ссылки, в Алтайских горах. А какая Зоя фамилия? Крахмальникова. А вы зарядите. Вы найдете сразу. Она была кандидатом в наук, работала в институте какой-то. Институт там, это что-то такое, по-международным. Писательница. Да, она такая. Даже страницы на Википедии есть. Это очень человек. Вот. Если вы возьмите, ее труд называется «Горькие плоды сладкого плена». И когда засчитывали первый раз по радио, там, «Голос Америки-то», а мне жена говорит, да вот твое что-то считают-то. Я даже первое время не мог понять, что это не мое. Настолько общее все. Только слова другие маленькие. И мы сразу с ней познакомились. Я поехал в Москву. И дальше начали встречи. «Горькие плоды сладкого плена». Это центральный ее материал. Она, как пророщица Деворова, встала над Россией. Это прям диссидент времен СССР, да? Или уже после развала? Нет. До этого она выпускала, как в виде книжечки, «Надежда» называлась. Ее за это взяли. Офигеть, а обратилась в православие, и при этом она... Да, она была православная. В православной. Она была православная. В то время, когда еще работал в институте. Да, просто концентрация таких разных взглядов в одном человеке, это очень впечатляет и в вас, и в Космалинку. Я об этом никогда не думал. Я просто люблю Бога, люблю Господа и делаю то, что нравится. Вот мне очень нравится воспитывать детей, работать с заключенными, преподавать студентам, выступать по радио. И мне это все Бог дал. И дал столько, что коммунисты с ума сходили. По эфирному времени я был недосягаемо больше всех в эфире, чем депутаты, чем коммунистическая партия. Так они прям зубами скрижетали. Почему ему дают? Кто он такой? А у меня никаких званий нет. И как интересно, в суде против меня выступает секретарь КПРФ, один здесь был, Бобров Геннадий Александрович. И он в суде против меня, а там судью надо назвать Ваша честь. А он против. Ну и его спрашивают, какие ваши отношения? Я терпеть Лапкину не могу. Как вы познакомились с ним? А он нападал на лагерь, я подал в суд на них. Ну, знаете, я его первый раз увидел. Был тут очень, очень такой представительный конгресс интеллигенции. Тут Жаре Салфера был, лауреат Нобелевской премии. Они выступали, там, и академики, там, интеллигенция-то. И вдруг, Ваша честь, вот этот человек в своем задрипанном пижачке, в валенках с галошами, выходит за кафедру. Я только прошептал, а этот-то зачем здесь, Ваша честь? Ну, вот он заговорил, и я прошептал, златоуст. Он забыл, что мой враг. Он давай меня хвалить. Вот-то все, это Бог делает. Он враг. А до этого он только вышел, я как дал бы сейчас, размазал вас. Вот так вот, конец Вашей потеряевки, только придем к власти. Я говорю, этого нельзя делать, ты что делаешь? Я говорю, перед дверями суд идет, а он меня готов размазать. А тут же вызвали, когда он начал захваливать. Это Бог делает. А почему молитва? Я молюсь, доверяю Богу. Ну, вот так вот. Вот так вот и происходит. Справедливость вас торжествует везде, как правило. Вот мы могли не встретиться, а вот мы встретились. Да, могли не, могли вообще. Это, конечно, случайность такая. Видео-чатрулетка, это, в принципе, одна сплошная случайность. И спустя три месяца, или сколько месяц, наверное, не месяц, если вы всем еще с ней посидите сегодня. Но у нас случая нету. Это случай, который Господь уже заранее нам подает. Перед тем, как сюда прийти, я сегодня молился и благодарил Бога за вчерашнее, за все благодарите написано. И я прошу, Господи, найди мне людей, таких, которые нуждаются в этом. Ну вот, да, даже два месяца, два месяца перепутал. Как раз я нуждаюсь в вопросе, ответе, точнее, на вопрос, как бороться с линией, способы борьбы с линией, откладыванием на потом всего. Я отвечаю и говорю, только так, живешь последний день. Вот мысль такая, написанная у Серахова, помни последний и вовек не согрешишь. Последний день, что я буду делать? Первым делом примириться со всеми, это первое. Виновен, невиновен, я прошу прощения. Простите меня ради Христа. Давайте вперед пойдем. А дальше уже во слово твое, во свете Библии. Каждое предложение я проверяю в Библии, что я должен Библию знать. Вот Кирилл Иерусалимский выступал, четвертый век. Он говорит к пастве, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Сегодня, наверное, ни один священник так не скажет.